МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты готов? Заводи и я пока начинал. Нет, давай сначала расскажи, что мы будем готовить. Сегодня у нас будет овсяная каша на кокосовом молоке. О, как? С фруктами, с орешками, в общем, со всем тем, что может хрустеть. Вот эти вот простые ингредиенты и кокосовое молоко из холодильника. В общем-то, поехали. Готовы, я заводю. Ставим таймер на 7 минут. Ну, а мы, я так понимаю, приступаем к процессу приготовления. Тебе доверю персик? Порезать. Порежь, да, как любишь, кубиками, полосочками, чем угодно. Макс, тебе грушу. Так, а ее как? Ее тоже как ты любишь. То есть все на ваш вкус. Кокосовое молоко у нас уже начало подогреваться, почти закипать. Стакан кокосового молока. Сюда же добавляем стакан овсянки. И все перемешиваем. А какие-то особенности есть у кокосового молока? Или оно, в принципе, готовится так же, как и любое другое коровье, например? В принципе, почти так же. Только суть в том, что, несмотря на то, что оно кокосовое, кокосом пахнет лишь чуть-чуть. То есть оно густое, оно очень насыщенное, оно дает приятную такую текстуру, но прям кокосового вкуса ожидать от него не стоит. Молоко можно заменить, если кокосовое чем-то? Можно обычно заменить, просто я решил попробовать сегодня так. Добавляем ванильный сахар. Так. Буквально щепотку. И ждем, когда у нас все скрепится. Сколько резать еще? Да нет, хватит, хватит, думаю. Я напомню нашим телезрителям, что мы всю эту неделю так или иначе готовимся с вами к школе, к первому сентября. Ну и вот, в частности, завтраки наши связаны, безусловно, с нежеланием детей по утрам кушать. И, в общем-то, мы помогаем родителям готовить эти завтраки вкусно, чтобы дети не отказывались. Итак, перебью тебя, Макс, у нас тут горсть сухофруктов и орехов. Так ты прямо в кашу отправил? Прямо в кашу, чтобы они немножко размягчились, стали чуть приятнее. Каша у нас почти готова, ей надо будет всего лишь постоять. Настояться. Да, мы с Юлей прямо... Дорогие друзья, я напоминаю вам, что те, кто не успел в силу обстоятельств увидеть, как мы готовим, из чего мы готовим, вы всегда можете найти это на сайте областного телевидения, программы Утро ТВ или в группе ВКонтакте. Так, а теперь что ты делаешь? Я беру ванильный сахар. И издевается он над ним. И беру ваши персики и ваши груши. Мы их будем карамелизировать. Да, чуть-чуть. Немножко карамели не повредит. То есть мы не дожидаемся, пока сахар растопится. Да. Ну, конечно, это ведь фрукт даст сразу влагу. Сок, да, и получится еще вкуснее. Ну, а персик какой хороший попался нам, прям сочный. Юля, ну, вот ты персик-то покрупнее порезал, чем я грушу. Я не знала, что мы будем его обжаривать, простите. Кто как любит. Был напуган. Итак, кашка у нас почти готова. Мы ее аккуратно... Так, выкладываем. ...гвалим в тарелку. Угу. Овсянка, сэр. Я бы назвал это супергеройским блюдом. Блюдо для тайского флэша. Знаете же, был такой супергерой флэш, который быстро бегал. И вот для него такой быстрый завтрак, думаю, пригодился бы. Ну, удивительная, конечно, штука. Мы засекли наш таймер на 7 минут, и он уже практически готов, а таймер, понимаете... Еще 4 минуты. Еще, да, крутится и крутится. Мы молодцы, что мы так быстро все успеваем сделать. Ну, вот мы... Я вижу, что сахар растворился. Да. Можно добавить любые специи, то есть не перец, не что-то острое. Я уже за сердце схватился. Нет, а карри, что-нибудь такое, в принципе, если любите, немножко экзотики, то... Корицу. Корица. Если вдруг ребенок был в отпуске в Таиланде все лето, понимаете, в лагере, и привык к такой кухне. Да, да, да. Буквально минутка нужна. Ну, у нас есть еще время, так что спокойно готовим. Я уверен, что все родители сейчас смотрят и думают, о, как это просто. Да, можно еще брать любые сезонные фрукты, то есть груша, можно дыню даже. Хотя говорят, что дыня с молоком опасна, но нет. С кокосовым молоком точно не опасно, и это будет в самый раз. Ну, вот Сергей славится вообще тем, ну, не только он, а его кулинарное шоу «Аппетитное свидание», что они готовят необычно из самых простых и обычных всем привычных продуктов. Скажи, пожалуйста, можно ли зажарить в таком случае арбуз? Арбуз не зажарится. Арбуз выдаст весь сок и превратится в такую неприятную кашицу. Эй! Да, ну, а дыньку, в принципе, думаю, во фритюре можно сделать. Как круто звучит, слушай, дыня во фритюре. То есть в кляре обваляла, и все, и прямо в масло. Ну что ж, я напомню, что сегодняшний наш завтрак – это овсяная каша, которую мы готовили, варили на кокосовом молоке. Буквально считанные минуты нам понадобили для того, чтобы овсянка схватилась, все молоко в себя впитало. Мы добавили немного горст, буквально, орехов. И сейчас у нас происходит процесс карамелизации наших фруктов. Макс, сколько я практически завершу? Минутка есть? Осталось две минуты. Две минуты пошла финальная часть. Посыпем еще орешками в центре. Это уже украшаем блюдо. Ну да, дети же любят все красивое, такое броское, яркое, поэтому сделаем вот так. Для украшения блюда можно прямо привлечь детей. Слушайте, ну это, мне кажется, идеальный завтрак на 1 сентября после… И не только для детей. И не только, да, и для всех тех, кто будет провожать своих первоклассников или старшеклассников своих на линейку. С этой кашей, мне кажется, можно быть бодрым и сильным, ну полдня-то точно до обеда. Я бы с собой на работу такую взял. Ой, какая вкуснятина. Слушай, персики в карамели. Груша сладкая. Я судорожно сглатываю, понимаешь? И обратите внимание, мы вновь уложились в наши запланированные 7 минут. Как всегда, завтраки в программе «Утро ТВ» вместе с аппетитным свиданием быстрые, вкусные и, что самое приятное, полезные. Готово. Ну что ж, дорогие друзья, мы уложились, уложились в отведенное нам время. И осталось за 30-20 секунд для того, чтобы поблагодарить нашего замечательного друга Кулинара Сергея Севопляса за этот прекраснейший завтрак. Ну а наша программа продолжится под звон этого будильника. Посмотрим афишу, узнаем, куда же сходить в Екатеринбурге в ближайшие дни. Субтитры создавал DimaTorzok